А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет, народ! С вами AlexFresh. Мы продолжаем играть в Eurotrack Simulator 2 и бороздить просторы Европы. Итак, чем мы сегодня займемся? Мы сегодня не поедем без карты. Мы поедем из Инсбрука в Женеву. Почему? Потому что здесь, я смотрю, очень интересная какая-то дорога. Причем горная, и мы по ней не катались. Короче, будет интересно. Ой, что-то точка не то нам поставила. В смысле? А если так? Во! И вот так. А вот тут можно через низ? Нет? В смысле нет? А вот так? Во! Капец! Нифига! 1200 себе нафигачил! Ого! Офигеть! Офигеть! Кстати, а где у нас снег? Здесь где-то или нет? Непонятно. Ну, посмотрим. Может быть и здесь. Я просто не помню, на каком аккаунте мы катались по снегу. Так, поехали. Карту мы убирать не будем. Везем эту бочку какую-то. На манчике. Просто интересно прокатиться в той местности, в которой мы ни разу не были. Она выглядит... Ну, как минимум по карте выглядит какой-то живописной. Потому что куча поворотов, куча серпантинов каких-то. И так далее. Короче... Ух ты, блин! Чуть не обосрался. Офигеть, можно! Контейнер, блин! Воткнули тут. Чуть не убился. Так, выезд один, надеюсь? Ой, там колеса в землю уходят. Это норм, да? Я так понимаю. Окей. Я его видел, но я думал, что он чуть правее. Сколько мы получили? Так. Цистерна, 11 тонн. Ой, я думал 20. Ну, отлично. Все. Едем потихонечку. Сейчас мне в бочину влетит эта Бэха. Ну, БМВИС, что с него возьмешь? Тормозов нифига нет, машина ушатанная в хлам. Так. Так, так, так. Чего мы тут себе наклацаем? Температура чего? Масло. Окей. О! Скорость. Аккум. Тормоза. Моточасы. Турбо. Ничего. Расход. Расход и трип. Давайте расход и трип поставим. Так, а я хотел посмотреть, насколько я вшатался. На 1%. Фигня, в принципе. Огляд послуха. Налаштовань. А, понятно. Не надо. Все, ползем. Единственное, что ночью не сильно хочется ехать. Кстати, какое у нас время прибытия? Понедельник, 6 утра. А сейчас что? А сейчас воскресенье. Оу. Нифига. И светится прибытие 13,28. То есть мы заведомо едем с опозданием. Ну, я понимаю. В принципе, мы от этого много не потеряем. Потому что доходы у нас и так достаточно высокие. Ну, просто реально хочется прокатиться по нормальной дороге. Поинтересно. Можно мы даже специально мотанем там до трех ночи, когда потемнеет. Чтобы реально прокатиться при нормальном свете, не посреди ночи, по живописному маршрутику. Как-то так. Цюрих, 280. Так, подожди. А куда я еду? Я уже забыл. Женева? В Женеву еду. О. Нормально. Ползем. Ползем, ползем. Ну, 1200 км, как бы, это нормальное расстояние. Особенно еще учитывая, по каким дорогам. Потому что маршрутик, как бы, такой. Веселенький. Но будет интересно. А какая у нас модификация? TGX 33-420. Понятно. Так, 40 км проехали, 23 литра спалили. Кстати, нам нужна будет заправка, судя по всему, где у нас топливо. Слева, снизу, походу. И у нас... Черт его знает. Ну, типа... Раз, два, три, четыре деления. Типа три четверти, что ли. Не совсем понятно, сколько у нас там топлива. Брегенс. Брегенс какой-то. Так, отриб. Снизу у нас еще под спидометром есть. Блин, я же заблудился. Я думаю, куда мне, прямо или направо? Так, мне, походу, вот сюда. Неужели типас? Ядрить, колотить? Офигеть. Вот это кайф. Так, я думаю, тут щемануться можно немножко. Вперед копов. Они сейчас плестись будут. О, там справа деревья видно. Все, тоннель тоже пошел. Было интересненько там, конечно. Место отдыха. Сколько у нас время сейчас? Девятнадцать тридцать. Ну, мы участников, наверное, до девяти, до десяти ехать точно можем. Но там не успеем. Тем нафиг он тормозил, если топить начал. Так, как там город называется у нас? Женева. Да я уже забыл. Цюрих двести девять. Вот в сторону Цюриха едем. Где-то там рядом должен быть, судя по всему. Но скорость, кстати, не слишком высокая. Как-то мы разогнаться особо не можем. Видимо, модификация у нас так себе. Но я думаю, что в горах, кстати, сможем, наверное, где-то поспать до утра. А, кстати, у нас же принудительное время сна, типа, часов девять. То есть мы же не сможем там поспать. Я думал, типа, знаете, поспим там до трех ночи. Но мы физически не сможем так поспать. Где можно было спать по времени? Нет, по-моему, было в 18-м колесах, где можно было выбирать, сколько поспать. Или в старом ЕТСе, в первом. Или в этом, когда он только вышел. Фиг знает, я не помню. Но мы еще не добрались до этой узкой живописной дороги. Но очень интересно посмотреть, что же там будет у нас. Обгоняют. Нет, замедлился. Так, мне направо. Брегенс. Короче, съезд, типа. Река. Камушки. Балкан локал. То есть куда-то мы сейчас через город, судя по всему, будем проезжать какой-то. Раз у нас там Брегенс Центрум. А, так это город, наверное, Брегенс. Просто мы два раза видели Брегенс на съездах на каких-то или фиг его знают на чем. Походу город такой. Раз Центрум написано. Какой там полосы? Одна. Окей. Но тут не вариант обгонять, потому что слепой поворот ни черта не видно. Главное не догнать его еще. Сейчас будем плестись долго и нудно. За ним. Погнали, объедем. Потому что нам нужно максимум проехать по светлому. Плюс у нас опоздание огромное. Но мы в любом случае опоздаем, если захотим проехать днем по светлому. Нифига какая пробка здесь. Ну вот он, Брегенс. У нас даже время, по-моему, не уменьшалось, да? А, оно даже увеличилось, по-моему. Было вроде бы 12 с чем-то, а сейчас 13. Могу ошибаться. Я не помню. Так, ползем потихонечку. Сейчас направо еще нужно повернуть, вписаться. Отлично. Так, сможем кого-то обогнать? Сейчас кто-то начнет поворачивать, и жопа нам будет. Норм. Снова речка. Так, ну, если честно, уже было бы неплохо поспать где-то. Вон на границе можно поспать. Потому что уже прилично так темно. Ну, по факту еще все видно, но... Хочется уже какого-то... ...более светлого момента. Цюрих так же. Никого вроде нет. Можно лупануть налево втихаря. На границе. Так, а где... А, вон ночлежка дальше. Окей. И заправочка есть. Кстати, можно будет заправиться, потому что у нас практически пол бака уже. Нам все равно не хватит доехать. Я не знаю, сколько нам раз придется заправляться. Ну-ка посмотрим. Так, конечно, могу уже сразу, да? Лупануть вот сюда, возле дерева. То смысл нам там объезжать где-то. Если вот мы здесь уже... ...заглушить и заправить. Прилавок странный. Кривой какой-то вон. Текстура размазана по стене. Бак полный. 200 литров вошла. Так, а ночлежка... Юпта. Я не понимаю, где это. Это вот здесь прямо площадка, да? Ночлежка или что? А, вот появилась. Ну, просто вон такая же кровать светится. Прямо за этим знаком границы. Фиг поймешь, поймешь, где нам остановиться. Отлично. Так, это будет 6 утра в теории. Ну, мы уже опоздали, получается. Ну, ничего страшного. Юпта, дождь пошел. Блин, капец. Жопа. Ничего не поделаешь, ладно. Мы уже опоздали. Ничего страшного. Переживем как-нибудь. Наверное. Так, ну... Утречка, утречка. Ну, какое-то желтое небо у нас. Не очень приятное такое. Если было такое. Без желтизны было бы прям приятно. Капец, а у нас точно живописная дорога? Или она просто через какую-то сраку у нас идет? То я думал, тут через горы сейчас будем ехать. Поехали, что карта не открывается. А, мы только выехали сюда. Я думал, мы уже полдороги проехали. Ну, ладно. Окей. Автомоечка, судя по всему. Ну, маршрут реально долгий. Километраж, в принципе, 1200 не такой уж и большой, но... За счет того, что все тут проходится с кучей поворотов и на маленькой скорости. Он прилично так растягивается. Нифига, магистраль тут уже какая-то выходит. А как так-то? А где же извилистая дорога? Слушайте, тут вообще будут горы? Я, походу, лоханулся жестко. Мы сейчас посмотрим. Ой! Это была не Беха, но будем считать, что это была Беха. Давайте. Милан. Сан-Бернардинь. И чур какой-то. Или черт его знает, как он называется. Но горы рядом есть. Да ну нафиг. А, ну оно может где-то здесь закончится. Фиг знает. Что-то странное. Напишите, если что, в комментах, где маршрут через эти горные перевалы и так далее. Если вдруг я сейчас не по ним поеду. Между какими городами. Я помню, что, по-моему, что-то возле Цюриха там или что-то такое было рядом. Я такое прикинул, по карте посмотрел, но вот извилистая дорога. Но, скорее всего, оно, думаю. Даже кажется, что не оно. Филмс какой-то. Что, это город Фильм? А, Флинкс. Понятно. Зеленый знак. Это не Италия, случайно, у нас уже. По-моему, в Италии у нас были зеленые знаки. Милан. Так, ну Милан точно. Италия. Так, заждем, кстати, нужно поаккуратнее. Я забыл, что уже дождь идет. В плане управления. Поэтому нужно как-то аккуратненько нам рулить, чтобы ничего не вычудить. Потому что мы и так уже не один раз в ДТП попали сегодня. Ничего было. Копы или скорые? Двигай в правый ряд. Я успею. До отбойничка. Вот и влезли. Замечательно. Водилову сразу там сзади. Но едет. Сейчас, кстати, они не тормозят так резко, как раньше было. Испугал он раз, остановился. Так, дорога уже узкая. То есть я, в принципе, угадал, где она будет узкая начинаться у нас. Как раз так оно и есть. Все, вздыхаю на подъем. Ну хотя бы легковушку-то обогнали. Ну пока что смотреть не на что. Но дальше еще маршрутик у нас очень не коротенький. 900 км еще осталось. То есть мы проехали 300 км. И ползем куда-то в горку, судя по оборотам. Да и в принципе видно, что в горку. Мы открыли новую точку осмотра. Где она нафиг есть? Думаю, точку открыли, а как туда вообще попасть? Может тормозной посмотреть, где она есть? Ну на карте есть, физически я не вижу дороги туда. Давайте слетаем, посмотрим. Ёпта, где я? Где грузовик? А как я сюда должен был попасть? Фигася. Так, слушай, подожди. Это какая из них? Вот это? А, то наша походу. И куда мы выберемся? Тут же можно выехать? Ну типа да. А тут мы просто по тоннелям. Окей, давайте прокатимся там, посмотрим. Я думал, мы сразу попадем на эту фигню. Мы не попали, нифига. Сейчас тогда где у нас съезд получается? Туда прямо, да? Надеюсь, не провалюсь. Норм. Поехали. Посмотрим, что тут и как. Так, фары горят. Горят, нормально. Можно даже включить. Чтоб с нами все здоровались. Интересно, нарисует дорогу нам или нет. Новый маршрут. Карта обновлена. Норм. Ползем. Ну, хоть что-то живописненько будет у нас. Хотя там тоже, в принципе, было неплохо. Но я ожидал, что где-то дальше будут интересные места. А здесь как раз не зря мы заехали. На точке обозрения даже, наверное, можно будет остановиться, немножко посмотреть. Что там есть. Хотя обычно у нас точки обозрения так себе. Бывают, конечно, крайне редко интересные. Но это реально редко. Так, ну а карту включить. Чтобы не проехать точку обозрения наше. Ну, посмотрим. Виа Мала. Или Виа Мала. Черт его знает, как оно правильно. Кажется, там ручей под камнями идет. Водопадик даже. А, может, там тоже водопадик с краю. А, нет, смотрите, просто под скалой спрятан. Мосты такие старинные, каменные. Только вот это что-то кривое. Смотрите, как он слева сделан, ближайший к нам. Это выглядит странно. Даже во флай-режиме посмотрю. Ну, он реально, смотрите, он выпирает, и потом хлоп, и этот, и сравнивается с ним. Типа, почему он с одной стороны выпирает, а со второй стороны он еле-еле. Странная фигня. Так, ну, думаю, пора ехать. Сейчас тяжело будет наверх ползти. Главное еще на дорогу правильно выехать. На той развязке, которая там будет. Домик в скале прям. Наконец-то. Неужели у нас заканчивается дождик? Замечательно. Так, ну сюда нельзя, прямо тупик, по-моему. Поэтому поедем направо. А нет, там есть выезд куда-то. Фиг пойми, куда и зачем. А, понятно, чтобы развернуться обратную сторону. Окей. Только не видно разворота этого. Или это просто, чтобы отсюда туда поехать. Фиг знает. Непонятно. Сан-Бернардино. 800 метров. Красиво, однако. Походу маршрут у нас относительно правильный. Возможно, не тот, который через снежные горы. Но все равно интересненький уже стал. Просто виды такие. Слушайте, ну это у нас точно не Италия. Что это такое? Капибара, что ли, сидит? Или собака? Горный ручей какой-то. Мостик через него. Парковка, недоступно. Кто-то чуть-чуть перевернулся. Ограничение 80. А мы едем до 60 с трудом. Такое вот ограничение интересное. Легковушка за нами все ползет и ползет. Только непонятно, та же самая или другая уже. Нет, тот же самый пелетчик. Так, у нас там место ночевки какое-то уже появилось на карте. Расстояние у нас осталось 850 км. То есть, от последнего просмотра расстояния у нас 50 км только. Проехали мы. Ничего так. Медленно едем, медленно. Ну какая красота. Серпантина, вон сейчас по ним дубасить вниз. Главное, смотрите, сколько воды сверху течет. А снизу раз такой рычеечек. Маленький, маленький. Как это так? Ох ты, блин. Вот это мне фартануло. Сейчас бы мог просто их снести нафиг. Просто повезло, согласны? Чуть не въехал. Прямо рядышком впритык прокатился. Место парковочки. Ну, я заезжать не буду, смысла нет. Поедем по асфальту. Ну, кстати, тут прям отдельная такая. Можно прокатиться, выехать. Знаки эти, блин, понаставили. Везде какой-то ремонт дорог постоянно. Причем, самое главное, что едем, нифига нет. Только камеру куда-то отворачиваю, все, сразу что-то у нас появляется на пути. Сколько у нас там прочности? Ну, груз еще целый. Она все равно нифига не заплатит за такое опоздание конкретное. Ну, хоть что-то. Блин, а прикиньте, вот тут сделать дорогу дураков. Чтоб тут все ползли потихонечку. Это ж капец будет. Если этот маршрут, который я сейчас проезжаю, будет дорогой дураков. Во-первых, он и длинный, как бы нифига себе. Очень много поворотов всяких. Единственное, что вот скоростя такие, что не позволяют. Что-нибудь вычудить. Хотя, в то же время, тут можно резко повернуть в таком повороте и прилечь на бок. Но виды хорошие. Продолжение следует... И века на подъемчике еле ползет. Блин, ну мы хорошо со спуска топчем, конечно. Тут единственное, что на руле бы ехать. Чтоб лучше поворачивать по таким дорогам. Мостик какой-то. Но на дорогу, если честно, не сильно похож. Какой-то он маленький. Офигеть. Вот это поворотик, конечно. На въезде такой бордюр высокий. Кампогнола. Короче, от слова кэмп, наверное. Кэмпогнола. Так, заправочка. У меня снова полбака. Мы проехали фигню. Я предлагаю заехать залить. Пару литров. Потому что боюсь, что нам не хватит. А, вон прямо. Жохан. Пятерик. Нормально. 174 литра. Уже второй раз заправились. На самом деле, мы бы сюда доехали. Нам бы топлива хватило. До этого момента. Можно было бы тут залиться. А мы на половине бака заливаемся образно. То есть, получается, у нас бак. Литров 400. Но ехать приличненько еще. То есть, сейчас время прибытия 22.30 показывает. Нам осталось 735 км. Мы проехали пятихаточку. Пятихаточку только проехали. Так, ну сейчас коротенький момент по трассе. И он там уже сразу съезд. А, ну хотя он сейчас съезд будет направо, а потом налево вроде бы. Но тут без снега. Где-то мы были, дорога была со снегом. Но единственное, что я не помню, где это было. Это было... На этом профиле, или на том, на котором я в онлайне гоняю. Вот это вот мне непонятно. На каком профиле это происходило у нас. Ну вот, не видно снежных вершин. Кстати, там, где мы проезжали... А, вон, вдалеке тоже есть. А там, где проезжали, где-то там рядом были, но... Мы прям по ним не катались. Нужно будет проехаться как-нибудь. Ну, если там маршрут, хотя бы пятихаточку нужно сделать. Потому что 300 км это будет достаточно мало. Хотя 300 км по времени, наверное, будет как 500. Потому что сейчас у нас 1200 по времени, мне кажется, выйдет как 2000. Потому что едем очень медленно. Мы, наверное, больше 90 сегодня не ездили. А, нет, соточка была. Один раз со спуска. Все, Мерсик не сможет. А, смотри, Швейцария. Швейцарские номера на Мерсе. Понятно. По Швейцарии катаемся. И тут. Швейцария. Тогда все норм. Блин, а тут даже трасса такая интересная. Среди гор просто. Круто все. Выглядит как минимум интересно. А там, смотрите, стена какая-то. Может там дорога? Прямо как стена подпирает гор. Так, а мне направо. И где-то нужно будет развернуться. Как-то. Где-то нужно будет развернуться. Чтобы поехать в обратном направлении. Ну и как раз, наверное, там и поедем, где... Это вот стена подпирает нашу горочку. Так, надеюсь, там никого нет. Скорее всего, кто-то будет. Но мы что-нибудь придумаем. Правда, уходить некуда здесь. Вот, едет. Едет, да? Нет? Да, нет. Мерседес. Ой. У нас большие проблемы. А как? Куда мне поехать? Сюда? Я могу сюда поехать? Походу, нет. Встречка едет. Нееет. А, это не камня. Так, что-то я тут начудил. Непонятно что. Встречки пока что нет. Но я понимаю, что я должен ехать в обратном направлении. Прицепа. Такие прицепы не утронулся. Мордой, по-моему, он воткнулся туда. О, нифига. То есть мы по итогу сейчас выйдем туда, куда мне надо. Круто. По встречке прокатился норм. Отлично. Мы же сюда, по-моему, собирались ехать, да? Распроверим. Оно, не оно? По-моему, оно. Ну-ка. Да, норм. Все подходит. Так, что-то происходит. Движение по кольцам. Окей. Какие-то указатели. Фурка какая-то. Обельхраб какой-то. Странное название. Но мы едем вверх. Об очередной раз. Куда-то в горы. Так, ну это уже второй проезд. Который, да? После трассы. Ну да, получается, мы вот отсюда проехали. Вот тут участок по трассе. И фигачим вот сюда. Но тут уже будет, наверное, что-то простое. Так. Так, так, так. А где же там может быть? Не вообще без понятия, где это может быть. Может где-то здесь? Не знаю. Но явно где-то эти горы есть. Потому что мы по ним ездили. А где они есть, без понятия. Ладно, ползем. Ползем, ползем. Маршрутик все равно интересный. Даже с учетом того, что мы не видели снежных гор. Ох, там вижу уже серпантины сейчас будут. Так, надо эту Киа обогнать. Как-то. Потому что слишком близко к ней держимся. Вон горная река уже фигачит во все. И Киа во все фигачит. Чтоб мы ее не объехали. Будто трасса справа рядышком. То ж она, да? Вон справа вдалеке немножко. Неизвестно. Неизвестно, но здесь круто. Видок просто какой. А? Красота. Просто красота. Так, стоп. Прямо. А, тут крестики. Я не увидел крестиков. Я посмотрел, но я их не видел. Поэтому тормозить начал. Слушайте, походу сейчас будет снежочек. Учитывая, куда дорога нас ведет. Походу это все-таки оно. Сейчас мы быстро разберемся и все узнаем. Я снаружи прокачусь. Чтобы на виды посмотреть. Потому что из салона, конечно, у нас виды так себе. Прямо долина такая. Оп, оп, оп. Нифига, пришлось становиться нафиг. Да, с чем-нибудь тяжеленьким я бы уже не тронулся. И повороты такие, что с огромным грузом тут не проедешь нормально. Но, кстати, маршрут интересно, если тут ехать с каким-то грузом объемным. Типа какой-то негабаритик поставить. Да или игровой негабарит взять. Думал, можно что-нибудь найти. Так, ну мне кажется, снежок сейчас будет. Прямо потому, что дороги куда-то вверх и вверх идут. А вверху там уже куча снега. Прикиньте, с такой горы на саночках лупануть. Можно обосраться от страха, наверное. Кран-стейт что-то строит. Не видно было. Странная там полоска, смотрите. Две даже полоски. Что это такое? Я слетаю, посмотрю. Тут это типа снег лежит или что это такое? А, ну тут это типа тропинка, судя по всему. А это тоже тропинка? Короче, наверное, это тропинка. Потому что это выглядит странно издалека. Надо еще доперечь, что это тропинка какая-то. Знамя уже пробка. Никто не обгоняет. Снег лежит. А зимним модом, представляете, тут ехать по онлайну? Это ж вообще жопа. Красиво. Странно, что здесь нет точки обзора. Такое место прям подходящее. Чтоб понаблюдать. А может еще и будет. Так, дистанция наша 567 километров осталась. Немало еще. Нам еще ехать, ехать и ехать. У нас, кстати, снова уже 3 четверти осталось топлива. Дальний вырублю, а то мне даже днем моргают. Так. 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 Снега все нет Мы все выше и выше, а снега все нет Вот такая вот у нас подстава Дорога куда-то просто будто в снег уходит Даже в тоннеле никого не видно Может, конечно, нам все немножко под углом расположено, что нам не видно Но там реально нифига не видно А может, там просто дамба какая-то Точка какая-то разукрашенная Да, слушайте, походу дамба Я думал, оттуда дорога идет какая-то Так, вид вниз Офигеть, да, вон оттуда, с самого низа издалека мы приехали О, снежочек Ну, по нему просто обязательно нужно прокатиться Немножечко Опа Опа Так А что это такое? Я туда заехать могу? Или это подстава какая-то? А, нет, Крис Блин, я их не видел А я смотрю туда прям, что куда-то далеко дорога идет Думаю, нифига себе, будет сейчас интересно Но нас киданули В очередной раз Поехали дубасить Блин, автобусы Вы че? Два автобуса летит Надо разгоняться вниз Так, у меня такое ощущение, что мы где-то здесь тогда тп ехались и Катались На электричке Типа вниз отсюда ехали В этом же направлении Если там сейчас точно так же будет здание расположено где-то на повороте То это точно оно Но немножко снега было Самое мало Да, вон здание есть Короче, мы именно здесь катались Значит, получается, на другом профиле это было Раз здесь у нас дороги не проезжены никак Когда мы пытались зарядить Это рынушку, по-моему Офигеть, повороты Снежочек, красиво Так, а там у нас получается точка обзора Я могу сейчас прикрыть всем дорогу нафиг? А, ну хотя пофиг, автобус сейчас видит, да и все Но он притормозил зачем-то Непонятно зачем Глетчер Ресторан Бельвью какой-то Перевал Фурка Я, интересно, могу поехать сейчас Тачка заведется, поедет или нет? Да, газ немножко понажимал Сейчас посмотрим Тоже горная река Вовсю фигачит И ледник Ледник нам показывают сразу Но я думаю, что можно ехать дальше У меня как стояли, так и стоим Поехали Поехали, поехали Но тут с виду будто можно туда заехать Я пробовать не буду, потому что фиг потом оттуда выползем А, ну хотя здесь прямо на повороте стоят крестики Вряд ли мы туда заедем наверх Но можно продолжать маршрут Короче, дорога правильная Именно та, по которой я так и хотел проехать Мне кажется, если бы тут нормальный износ тормозов был, они бы тут уже закончились с одного спуска Если движком не тормозить Дубасим в полик Пятьсот километров осталось Всего лишь пятьсот камен Ну по идее сейчас у нас уже вот эти красивые виды закончатся И мы будем ехать по каким-то Обычным видам А, ну хотя вон еще по карте видно, что походу у нас сейчас спуск будет подобный Подъему нашему Сейчас будет видно Железная дорога даже Нифига себе Какой тут поезд вообще катается на такие подъемы? Мне кажется, поезд не вывезет такой подъем Так, надо аккуратненько, а то можно на поезд свалиться Да ну реально слишком крутой подъем для поезда Вот так, легко Самое интересное, что там железка в одно место заходила, а тут уже из другого выходит. То есть еще какая-то железная дорога. Или там где-то внутри горы делает огромную петлю. Такое тоже может быть. Знаки какие-то... А, понятно, они просто черные с фонарями, с этими... Так, а туда получается можно. Надо посмотреть, что я там увижу. То есть я увижу вот это. А, это бордюр. Я думал, текстура поднята. Ёб твою налево. Не понял. Интересный бах. Но дорогу ведет так, будто я могу тут проехать. Ну, типа там ничего не запрещает. Неужели можно прокатиться тут? Она все еще... Ну, тут она уже дерьмовенькая. Так, что, поедем проверим? Давайте попробуем туда заехать, посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. Сейчас в невидимую стену как воткнусь. И все. И приехали. Можно сказать, наверное. Ой! Ёпта! Да, невидимая стена. Уже воткнулся. Блин, а что крестик не поставить на такую дорогу? Нафиг оно надо. Я уже думал, сейчас прокатимся. Оказывается, нет. Обергомс. Прямо кусты растут. Целые... Не цветы, именно прям кусты целые растут на балконах. Так. 450 км нам осталось проехать. Прямо, прямо. Тут наверх еще можно заскочить. Но я не буду, потому что сейчас снова появится невидимая стена какая-нибудь. Я об этом пожалею. Хотя как место разворота, мне кажется, катит. Прямо в камень, видели, воткнули. Электроопоры эти. Так, тут надо посмотреть. Тут направо. Так, что у нас по топливу? По топливу у нас полбака. Дистанция 400-3, я думаю, должна хватить. Потому что теория сейчас будет немножко разгоняться. Так, тут я думаю, можно налево-повстречки лупануть. Чтобы по кольцу не объезжать все. А здесь тоже. Идеально, правда? Ой, нифига, какой мостик. Интересненько выглядит, интересненько. Так, машину не воткнуть. К ЖД-станции, получается, ведет. Или что там? А, нет. С виду, будто ЖД-станция. Мне показалось. Ну, по идее, все. Сейчас будем ехать достаточно быстро. Получается, спалили 470 литров. То есть, уже больше одного бака спалили. И проехали 800 километров. 1 километр 700 метров на литр у нас выходит. Короче, чем больше цифр, тем экономнее едем. Мост такой прям ГТА-шный, да? Типа, трамплинчик сделать и можно на мотоке сигануть. Офигеть, и бетонный такой закрытый. Так, нам направо нужно свернуть. Чтоб проехать вот по этому мосту, который мы видим. КОНЕЦ Чтоб проехать, но мы там проехать не сможем. Торино. 343 километра. Но Торино я даже не знаю, где находится. Название такое, знаете, будто для штатов. Торино. Так, это небось экзамар сбоку, да? Да, понятно. Тоже по цвету и по раскраске вспоминаешь название компании. Так, попахивает обгоном. Может быть. А может и нет. Будем пробовать. Короче, когда уже почти обогнал, ну точнее, или начинаешь выходить вперед, они притормаживают, походу, чтобы дать место для того, чтобы ты мог воткнуться в поток. Вот. ından Продолжение следует... Снова куда-то в горы. Третий раз за сегодня. Тоже какая-то горная река. Она тоже более такая полноводная. Сверху железочка. Так, 315 км. Я не знаю, наверное, стоит все-таки заехать на заправку. Подлить немножко или нет. Давайте, наверное, так посмотрим. Может, хватит. Хотя у нас там буквально одно деление осталось. Поищем заправку по нашей полосе. По нашей стороне. Размытки прям по траве нарисованы. Неплохо. Впишемся, не впишемся. Но что-то, что подъем вписываемся, потому что разогнаться не можем. Так, а тут крестики будут или тут то же самое? Бери, заезжай. А, там некуда ехать. Я аж притормозил посмотреть. Думаю, чтоб не пролетел мимо. Вдруг. Все, скорость потерял. Так, ну, мне кажется, здесь у нас заправки не будет. Заправка будет только в низине какой-то. А здесь, в горах, о заправке мечтать не стоит. Потому что там явно такая дорога, дамба какая-то сделана. Интересно, там вода сейчас за ней будет или нет. Да, видно водичку. Нормально топчем. Слушайте, 90 на подъем валим. Прям скорость на удивление как-то держится относительно. Че эти квадратики означают? Так. Интересненько. Начинается платочка. Походу, можно было найти пасс заехать. Что-то в подъем мы едем или? Да, в подъемчик ползем. Да непонятно. Эффект такой. Дистанция 250 километров. Топливо у нас почти на первом делении. Так, а сколько, кстати, топлива показывает или не показывает? А по-моему, не показывает нигде. Да, топливо у нас нигде не показывает. Нифига себе. Не стукнулся нормально. Самое интересное, что ты сюда заехал, у тебя нет вариантов никуда свернуть или развернуться. А тут у тебя платочка такая. Это раз, то есть, заехал сюда по случайности. Развернуться негде, но будь добр, заплати. Короче, на всех этих колоннах почему-то здесь какие-то кубасики нарисованы. Странные. Для чего-то. Видимо, будто какая-то техника едет и что-то считывает. Для чего-то. Офигеть, как поворачиваем. Надо притормозить немножко. Это было сильно. Прям заложил по максимуму. Вот заправочка у нас по центру дороги. Как раз то, что нам нужно. Ой, ё-моё. Называется, не вписался чуть-чуть. Праймал. Так, давайте заправимся праймалом. 300 литров вошло. Да, ровно 400 литров в бачок. Так, 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 так. Погоди, погоди. Успел? Успел. Нормально. Кстати, у нас уже вечерочек наступает. Время сейчас уже 19 часов. А мы приедем 23. А до этого, по-моему, мы когда-то давным-давно видели 22. Да, время прибытия. Короче, мы бы опоздали в любом случае. По этому маршруту. Ехали бы мы ночью или днем. Но так хотя бы мы немножко посмотрели, как это все выглядит. И у нас уже 1000 км пробега. И топливо сожрало 574 литра. Много, много. Я думаю, что мы сейчас доедем, и у нас получится так, что суммарно 2 бака мы выкатали. Есть у меня такое ощущение. Ну, на подъем, конечно, тяжело ползти. Так, какая-то сейчас тянучка начинается. Встречки пока что не вижу. Блин. Копы, простите. Не знаю, живы они там или нет. Нееет. Все. Убил. Лянчу. Лянчу снес. Лянча, прости. Место для фотки чего? Того замка какого-то на горе. Бабах. Что-то я не понял. Я до него дотронулся, не дотронулся. Кто-кто пропустил зритель на этот момент. Замок? Ну, да, типа. Типа замок. Замок, не замок. Какая-то фигня странная. Верхушка как у замка, но на замок как-то не сильно похоже. Короче, не знаю, что это такое. Крепостеря замок. Так, снова платочка. Так, надо доехать, пока светло. Ну, как минимум, выехать на нормальные дороги, пока светло. Так, а что? А, вот Типас. Есть у нас. Женева, Милан, Торино. Монте-Бьянко. Так, Женева прямо. Нет? Нет, направо. А куда мы едем? В Женеву. В смысле? А куда я попаду? В смысле? А как это так? А что она показывала сюда, на указателе еще вдобавок? Чтоб я сюда поехал, в Женеву. Если Женева вот. Может, две Женевы здесь? Не знаю. Но нас явно хотели обмануть. А может, ошибка просто в размещении знаков. 169 километров. В принципе, это уже фигня. Конечно, в 22 мы не приедем. Хотя, блин, учитывая расстояние, скорость, которую мы сейчас сможем по этой трассе выжать, может быть, и приедем в 22. Хотя, вон уже снова начинается серпантин какой-то. Может, и не будет все-таки у нас 22. Не знаю. Ого. Будто по амбару проехал. Прикольно. Так, что за тупняк? Что он тормозит? Причем на подъем. Ага, я вас понял. Немножечко. Нет, не успею. Надо было влево уходить от него. Ну, хоть легковушку объехали. Правда, скоростью нафиг потерял. Но шанс был. Шанс был. Нифига, всякие виды здесь. Тоже красивенько. На самом деле, я думаю, тяжело кататься по таким маршрутам. По горным. Альцитазионы. О, знакомые названия пошли. Альцитазионы, это явно в Италии уже было у нас. По-моему. Наверное. А, так. Это Франция, Британия, Италия. Так, это нас рентгеном профигачили. Можно слева? Можно? Так, мини-купер мне подходит. Давай, 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 давай. Давай, поехали, поехали, давай. Ну, ёптвою налево. Почему я в воздух врезался? Это норм вообще? Зараза. В воздух врезался. Ну, как я люблю. Но придется машины растолкать, потому что я за этим градусом подъехать никак не смогу. Они меня никто не выпустят. Сколько? 372 евро. Что я там делал? Я неделю, что ли, жил в горах? В каком-то пансионате? Или что? Почему 373 евро за дорогу? Офигеть можно. Так, меня выпустят отсюда или нет? Или сейчас этот рнушка нагло меня зарежет? Я вас понял. Хотя, как бы, это преимущество так-то. Ну, пофиг. Просто. Хочешь попасть в Италию, заплати 400 евро. Просто так. Скорее всего, дорога платная. Было бы прикольно, если бы здесь сделали в игре еще, знаете, такие, типа, дороги платные и бесплатные. То есть, ну, всегда есть какая-то дорога халявная. Просто она может быть дерьмовая. Но было бы интересно. Типа, маршруты более-таки были более сложные какие-то. Не сильно удобные. Но зато бесплатно. Не пришлось бы по платкам кататься. Блин, ну я могу успеть. Манчика объехать. Автодиалонцы. Блин. Зараза. Придется так медленно. Очень медленно. Встречка вроде бы пустая. Надо объезжать его. Копы. Радуйте. Белый мини-купер. Это не желтый. Так, нет. Встречка пошла. Причем плотненько. Одеваться там некуда. Так, какая-то развязка там снизу. Мы уже едем посреди ночи просто. По этим серпантинам. Че там произошло? Офига себе. Тесла просто повстречке дубасила. Так, мини-купер. Поехали. Да че за тупняк? Я понять не могу. Собака. Я его догнал. Нам назад сдать и обогнать. Пока он стоит. Сейчас поедет. Нет. Объехали. Нормально. Он все равно тупил почему-то. Почему он тупил? Непонятно. Ладно, там лиховушка по стречке дубасил. Он пропустил. Но почему-то дальше тупил. Разъехались вроде бы. Нормально. Так, а почему мне... Че прямо не могу проехать? Это же то же самое. Просто через кольцо. Он снизу рисует туда же прокатиться. Типа так быстрее или ближе или что. Неизвестно. И выехал бы вот отсюда. Так, дальний. Врубаем. Дистанция. 89 километров. Топливо сожрало 645 литров. Женева. 73 или 79. Плотина еще одна какая-то. А, нет. Как он там? Акведук или виадук? Я думал плотина фигачит. Тип пас. Неужели платка сейчас снова будет? Ух ты, блин! Вот это выдал. Кстати, ручник нажимал бросить. Он его, видимо, не отпустил. Какого-то фига. Воткнулся. Нам не привыкать. Что там по грузу у нас живой, нет? Ну, уже груз живой, нифига себе. Цистерна живая. Сколько мы ехали врезались, цистерна живая. Что не скажешь о прицепе и грузовике. Как будто свет поменялся. Это странно сейчас было. О, видно точку разгрузки. Интересненько. Типас, не типас. В смысле? Мне показалось, что там крестик издалека горел. Леон и Женева. Так, какой-то движ начался непонятный. Коп, устает. 36 километров. Дубасим. Трасса позволяет, сейчас доедем очень быстро. Расход вряд ли у нас станет 1,8 км на литр. Хотя, накатом, если дать, то, наверное, получится так сделать. Чего он везет? А, легкорушке везет. Нифига себе, благодарю. Редко когда дорогу уступают. Скорость шикарная. 125. Блин, снова какая-то фигня. Чего у нас там? Граница. Граница чего? Так, мне направо. Через парковочку, думаю, можно обогнать. Отлично. Успели вперед двух грузовиков. Замечательно. Так, там какое-то еще видео. Точка обозрения еще одна. Ночная. Так, легковушки, простите, если кого-то стук. Всем повезло. Зло. Или не сильно повезло, простите, извините. Немножко щеманул. Думал по встречке, потом думаю, сейчас вдруг, наверное, будет граница какая-нибудь и все. А то, получается, одна была. И больше не будет, судя по всему. Мы же уже по городу, походу, едем. Так, а если я смотреть видео не буду, а просто там проеду, это засчитается или нет? Что мы его посмотрели? Легковушка застряла. А, там светофор тоже красный. Колесо обозрения. Что-то я не пойму. Мы выехали из Швейцарии, заехали, походу, в Италию. И из Италии заехали в Швейцарию. Как это работает? Колесо обозрения долго показывают. Что нам еще покажет? Я понял. Больше ничего не покажет. Поехали. Две точки обозрения открыли. Нормально. Ой, желтый мини-купер. Так поздно. Можно было бы немножко раньше. Было бы круто. Да у нас тут и так осталось 5 километров. И все. Нифига, смотри, какой толстый кораблик. Пролетаем. Легковушка там пролазила. Так, налево, направо и мы на месте. Надо успеть. Перед грузовиком. Страшно. Реально страшно. Да, вы видели освещение? Вот типа раз подсветилось, раз перестало светиться. А, у меня походу включен этот режим дальний-ближний. Сейчас что-то он не врубается. Да, дальний-ближний, понятно. Я думаю, что оно моргает. Я думал, что я с дальним еду все время, типа что он включен у меня. А тут получается свет сам, типа дальний-ближний врубает. Да я думаю, что такое с освещением здесь, что оно моргает. Красная кобра. Ой. Я думал мне здесь поворачивать. Франция. И трасса нарисована. Это... Или заправка? А, заправка. Нет, трасса. Трасса нарисована. Франция и трасса. Хм. Так, и походу это разгрузочка наша. И гараж здесь. Слушайте, а гараж походу у нас есть. Нет. Нет тут гаража. Потом желтеньким светится. Думал, открыт уже. Типа мы были здесь. Фух. Извините, но я спешу. Опоздание. Но... То есть, мне ничего не заплатили. Но бывает. А, ладно. И рейтинг не дали. Давно такого не было. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. На самом деле, Алекс Фреш. И всем пока-пока.